Новые правила, касающиеся природоохранного законодательства, стали причиной встречи, которую посетили представители водоснабжающих организаций, садоводческих товариществ и застройщиков коттеджных поселков. На повестке дня стояло несколько важных тем. Участникам встречи еще раз напомнили о необходимости заключения договоров на вывоз мусора, как садоводческими объединениями, так и частными домовладельцами. В последнее время этот вопрос широко обсуждается. Сотрудники Госадомтехнадзора часто проводят рейды по выявлению незаконно послушных граждан, но проблема все так же актуальна. Остаются те, кто игнорирует данный закон, чем, безусловно, наносит вред окружающей среде. Такая операция, как выходим на участок, сидим, наблюдаем, кто вынес мусор, кто куда бросил. Тут же составляются протоколы об административном правонарушении. Ведется большая работа в этом направлении, как со стороны органов Госадомтехнадзора, со стороны администрации Ленинского муниципального района. Коснулись темы недвижимости в садоводческих и дачных объединениях. Кадастровая стоимость, оформление недвижимости, налогообложение. Все то, что было непонятно людям, доходчиво пояснили докладчики встречи. А на вопросе лицензирования скважин остановились более подробно. Воду у нас добывают все, но далеко не все это делают правильно. Лицензия не нужна, если одновременно, я это подчеркиваю, одновременно выполняются четыре условия. Первое. Лицензия принадлежит физическому лицу. Вода используется для личных нужд. Следующее условие. Водоотбор не более 100 кубических метров в сутки. Последнее. Скважина не затрагивает водоносный горизонт, использующийся для питьевого водоснабжения. Во всех остальных случаях лицензия необходима. Вот она есть, кому-то ее надо продлять. Другим вносить изменения, если речь идет о предприятиях, где поменялись уставные документы. К слову, за этим следует внимательно следить, чтобы не возникли проблемы с законом.